всем привет мои друзья всем доброго времени суток у нас дождик такой мелкий но приятный я вышла значит заносила трава сарай в общем у меня были дрова они конечно же сухие а это думаю ну так вот если вдруг что и придется в кухне протапливать печь ниженужные дрова дрова намокнут сейчас будут дожди потом снег я думаю не надо в общем все дрова собрать которые у меня есть которые у меня сухие хорошие вот и занести занести куда-то в сухое место думаю ну куда их ну конечно в сарай там были у меня горочки сарай хороший сухой и вот туда я вот это все загрузила но не все конечно зашла в общем сварила с утра борщ думаю что на сахарка манну кашу и борщ в общем два блюда потом я была вермишель это было у меня как это господи боже ну в общем в общем это все разогрела поела на это свеженькая сварила манную кашку и борщ борщ с мясом такой наваристые фасольки туда кинула такой очень вкусный хороший борщ значит вот так что такие вот дела и знаете вот такие вот мысли у меня в общем самого утра вот лодку покупай посмотришь вот это вот все что сейчас происходит там затопило там люди в общем страдают от этих наводнений и просто вообще такие мысли прям лодку надо наверное покупать то так не доведи господи господи ну чтоб что-то было я не знаю потом думаю палатки начала набирать палатки трехместные четырехместные сколько стоят то я не знаю то пожары посмотришь в лесах то наводнение то-то и уже думали боже надо наверное что-то походное иметь это лодка палатка потом специально чтобы можно было огонь развести потом это топорик такой до специальный то есть есть такой набор потом есть мини мангалы походные чтобы приготовить какую-то поле там еду но топ тоже такие мысли это конечно не хочется это все есть куда допустим деньги тратить да и что-то купить для дома но уже думаешь господи нужно ли для дома или нужно вот что-то иметь такое чтобы но как-то быть поспокойнее да я не знаю такие вот мысли начала перебирать смотреть цены на лодке ой одноместная лодка там 600 700 двухместная полторы тысячи трехместные две пятьсот гривнами да это где-то 75 долларов 70-75 долларов трехместная и уже думаешь елки-палки да что ж это такое вообще не чтоб допустим думать как мясорубку электрическую себе купить так как у меня такая да а я думаю про лодку опять же про палатку да вот нужно мне это палатка думаю боже это но палатки недорого там где-то 20 долларов стоят да это 700 800 долларов ой гривнами гривнами боже 20 долларов и думаешь себе боже ну вот мясорубка хорошая да или там еще что-то там чего у меня там нет такого нужного это вообще голова кругом мангальница вот это купить такую шашлык нет в общем шашлычница мангальница небольшая там до 500 гривен да вот это про что я вам говорила запас семян неизвестно что может быть до пожара наводнение тут у тут у тут и раз у вас вот пакет с семенами мало ли что может быть а и так что вы такую тут утро у меня началось ладно буду раскачиваться дождик вроде бы заканчивается плюс у меня еще на огороде есть дрова которые не накрыты почему-то а верно мы оттуда шифер убрали хотя это вроде делала не я ну там была накрыта у меня шифером сейчас посмотрела шифера нет это что же надо чем-то накрывать дрова же мало ли что что дрова были сухие и кое-какие наверное занести в летнюю кухню пусть они там будут да я так думаю что наверное так делать все у кого камины у кого печи как нет у меня такой корзины вот была такая корзина до специальная дровница она и смотрится красиво и плюс дрова там лежат и раз там подкладываешь дровишки конечно очень здоровски и очень люблю когда потрескивание идет дров так приятно атмосферно и такой домашний бьют вот так что не знаю блин так она как-то все вот так что думаю забралась в чемодан свой думаю боже на то наверное и рюкзачки какие-то вот и не до чтоб там что-то было на всякий случай и чемодан подготовить забралась вытащила вещи положила другие знаю какая-то такая вот это не знаю ситуация особенно вот это в польше посмотришь боже дома позатапливало людей и машины и все и не знаю и у нас там тоже где-то думаешь боже как же мы люди не застрахованы не от какого лихо да так что ладно не будем с плохого давайте о хорошем день начинается а это значит надо не знаю накрыть дрова топ-то найти куда еще дрова положить сухие занести в кухню летнюю у нас смотрите как похолодало я делала курточку это курточка поле покупала ну она конечно мода выходит все и едет а уже не нравится мне вот так для два по двору ходить но на меня хорошо да там раз как говорится одеть ну прохладно в доме тепло еще не значит кусать смотрю сколько градусов но в доме тепло комфортно я хожу по одной футболочки а вот уже вышла на улицу уже не то вчера была жарко подарка сегодня уже нет и топ-то уже идет дело зиме я мои хорошие буду сейчас чаю вать с кузняшками пить чай а я вышла на улицу ну уж закончился но очень похолодало все курткой теперь обязательно нужно или теплая кофта уже так просто футболки как я ходила не выйдешь и вчера футболки кстати ездила за подарком на почту и опять вышла на улицу немного так погода наладилась солнышко вышло но холодно я в летних штанах и я замерзла вот здесь нормально в общем вышла я что я хочу я иду на огород и хочу посмотреть вот по поводу дров как раз там накрыть их надо будет чем-то да может как урожай надо еще будет собрать какой остался и посмотрел опять же про воду нужно купить таблетки для воды и фильтр фильтр есть такой значит вы где-то берете в каком-то источнике воду и очищаете сразу там себе в кружечку или там где-то в любом месте берете любую воду хоть с лужи зачерпнули и она так как-то проходит и уже чистая вода там чашечку выпить там где-то в общем вот такой вот не знаю смотрю потому что не знаю меня постоянно посещали такие мысли что все это надо иметь но все у меня как-то там ладно-то ладно там то все а это вот посмотрела вот правда это все то думаю мне надо чтоб все было и таблетки очищающие для воды и фильтры для воды но не так как мы привыкли до установить на кран и под кран там везде фильтры и у вас идет хорошая чистая вода нет вот именно такие фильтры но я как закажу я обязательно покажу вам и таблетки закажу и вот эти закажу фильтры их очень много они разные но я кое-какие возьму так что как-то так нет чтобы делать ремонты какие-то да не и опять посмотрела как один мужичок закапывает под деревом только на высоте надо делать в общем взял такую пластмассовую бочку дырочку в крышке сделал туда мешок в эту бочку мешок в случае чего этот мешок с продуктами он так продукты укладывал сахар значит крупы консервы разные в банках складывал и закапывал вот такая жизнь так что я начинаю задумываться но опять же это если вы будете на одном месте а если вам надо будет где-то двигаться то вы тогда открываете эту крышку ну выкапываете уже уже бочку эту не достанете потому что через время ее уже земля так плотно возьмет в себя что в бочка вам уже не понадобится вы просто берете мешок который в бочке вот так вы вытаскиваете и уже с мешком с продуктами уходите допустим это уже так просто я не знаю такие видео попадаются кстати кстати иногда задумываясь про эти видео надо наверное бочку такую где-то закапывать все что угодно уже но вот про воду надо надо чистители какие-то все это можно вот у меня дрова тут это все у меня дрова уложены вроде хорошо и красиво но куда делись шиферинки которые тут все накрывали вот у меня еще дрова и видите не весь виноград испортился есть немного вот хорошего его чуть-чуть но есть вот а вот на видном месте плохой там как бы в тени спрятанный то хороший вот этот сюда пройдемся тоже плохой да вырвала посол надо будет фадор занести да выбрать собираю помидоры это тоже на семена лопатки длинные вот еще такой небольшой урожай собрала даже бурячок вот нашелся вот такие мелкие видите в большинстве осталось но зеленых еще достаточно могут быть ночью морозы но еще пока не прогнозируется но вообще вот еще даже арбузики надо будет зеленые вырвать через несколько дней положить пусть они лежат они туда спевать постепенно так что вот так вот вам урожай а этот пырячок я его натру и высушу вы знаете что я люблю сушеное именно в этом году этим занимаюсь как лучше будет чем не будет пыряка у меня хватит но мало ли что дела сухо сухое и все и сварила все мои хорошие буду я наверно заканчивать но вот арбузики не знаю как они вот такие хвостики выложу вам это видео а дальше посмотрю что там будет у меня за день может и сегодня что-то выложу чем буду заниматься у нас обед пока пойду на обед и все кто будет сейчас обедать всем приятного аппетита